Всем привет! Дядь Юра предлагает посмотреть движение линии на матч Венгрия-Португалия. Это матч номер 11 на Евро 2020. В канун Евро 2020 соперники провели по два товарняка. Венгрия выиграла 1-0 у Кипра и сыграла 0-0 с Ирландией. Португалия скатала 0-0 с Испанией и разгромила Израиль 4-0. Как видим, обе команды не пропускали в последних двух матчах. Венгрия и Португалия играли в одной группе к отбору чемпионата мира 2018 года. Тогда оба матча выиграла Португалия, причем оба в сухую. Однако на чемпионате Европы 2016 года очная игра этих команд закончилась 3-3. Смотрим движение линии за последние 7 дней. Коэффициент на победу Венгрии и на ничью подрос. Причем на победу Венгрии существенно с 6.20 до 7.50. Соответственно, коэффициент на победу Португалии упал с 1.60 до 1.50. Коэффициенты на тотал меньше больше практически не изменились. А вот на обе забьют нет. Коэффициент упал с 1.79 до 1.68. Соответственно, подрос на обе забьют да с 2.03 до 2.19. Как видим, народ под впечатлением, наверное, победы Португалии над Израилем, достаточно серьезно прогрузил на победу португальцев. Коэффициенты на результативность в матче почти без изменений, а вот на обе забьют да нет, изменились также достаточно ощутимо в пользу нулевого матча. Проще говоря, народ считает, что Португалия здесь должна бы выиграть на условные 2.0. Смотрим, какие ставки предлагал на этот матч Дядь Юра 7 дней назад и как изменились коэффициенты на эти ставки. Тотал больше практически без изменений 2.00-2.03. На обе забьют да коэффициент вырос достаточно существенно с 2.03 до 2.19. И коэффициент на победу Португалии упал с 1.60 до 1.50. Как видим, мнение Дядь Юра и Народа на этот матч совпадает в плане победителя матча. Португалия сейчас в полном порядке, однако коэффициент 1.50 не очень. Венгрия все же не должна бы быть мальчиком для битья в этом матче. Во-первых, матч будет проходить в Будапеште. Во-вторых, Венгрия без поражений в последних 11 матчах. Поэтому здесь может быть очень интересно, если Португалия не забьет быстрый гол. По такому матчу можно рискнуть заиграть ставку с самым высоким коэффициентом. Дядь Юра неделю назад предлагал обе забьют да и остается при своем мнении. Кэфф на обе забьют да подскочил до 2.19 и возможно, что подрастет еще немножко. Португалия и Венгрия отыграли по два нулевых матча. Для Португалии это в принципе нормально. А вот Венгрия после чемпионата мира 2018 года никогда не играла два матча подряд, в которых бы не забивала. Поэтому, с учетом сложившихся обстоятельств, вполне резонно рискнуть поставить на обе забьют да за высокий коэффициент. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. Ну и да, здесь дядь Юра сделал опечаточку. Тут не победа первой команды будет, а победа второй команды, конечно же. 1.60 победа Португалии была коэффициент неделю назад и сейчас стоит коэффициент 1.50. Но это, я думаю, так понятно. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Будьте здоровы.